И поговорить совершенно необычную гему, ну абсолютно не психиатрическую, которая называется счастье. Да, будем говорить о счастье, будем говорить не только какие-то сверхнаучные данные, я даже буду торгаться в личную жизнь. И буду я говорить, конечно же, то, о чем я заявил, счастье. В силу того, что я занимаюсь еще и клинической психологией, и психосоматикой, и психотерапией, понятно, что я пытаюсь, делаю какие-то попытки со своими пациентами, хоть в сумасшедшем, извините за вот это большое расстройство, которое есть в нашей жизни, хоть какие-то невротические или семейные проблемы, вернуться к пониманию, что они чувствуют, и готовы ли они идти к этому понятию счастья. Итак, психология счастья, но именно женщины. Психология счастья женщины – это миф, то есть мы сами что-то такое создаем, тем более накануне 8 марта, который я, честно говоря, так не очень приемлю. Только-только вот сейчас не ругайте меня, не говорите о чем-то. Дело в том, что я объясняю свою позицию, я считаю, что 8 марта – это такие мужские ритуальные танцы, чтобы компенсировать 360 дней других, где можно забыть и так дальше. К женщинам совершенно надо по-другому подходить, ее надо лелеять, беречь, понимать 360 дней. А 8 марта она нам будет благодарна за это. Но, тем не менее, пускай даже ритуальные танцы 8 марта и преддверие этих танцев, я с вами, и о психологии счастья – мифы или научная реальность. Вот эту штуку нацарапал на спинке сиденья в индийском автобусе, не знаю кто, то ли глубокий философ, то ли какой-то пацан, но написал он гениальную фразу – «Мир принадлежит тому, кто ему рад». Осталось только один вопрос, как сделать нас радостными, и, возможно, это у нас и так заложено, или это надо воспитывать, или есть какие-то уникальные рецепты, которые сделают нас счастливыми, радостными, несмотря на то, что происходит в этом мире. Когда я прочел эту фразу, она где-то с интернета, я ее нашел, она меня общает. И богу, я так подумал, ну что такое, ну опять, человек не может быть одновременно богатым, жизнерадостным и врачом. И я вместе с доктором Хаусом, известным персонажем телесериала, вот точно так и сделал по нижней губке и задумался, ну что-то в этом не то. Поэтому начнем с банальных вещей. Мы начнем с 5 вопросов. Это импровизация. Никакой науки, никакой… Но в этих 5 вопросов я вложил буквально наше прошлое, наше настоящее и next – наше будущее. Поэтому, пожалуйста, будьте искренни в своих ответах. Естественно, я не смогу сейчас ни поднять руки, ни проголосновать электронным пулком, ни посмотреть, сказать «А, вот то-то, то-то». Просто для себя, пожалуйста, ответьте на простых 5 вопросов. Вопрос первый. Было ли ваше детство счастливо? Да? Нет. Больше да, чем нет. Больше нет, чем да. Ответили. Отложили. 5 вопросов, не забудем. Второй вопрос. В вашей сегодняшней жизни стрессы отсутствуют? Да? Нет. Больше да, чем нет. Больше нет, чем да. Третий вопрос. Считаете ли вы себя полностью здоровым? Хороший вопрос. Особенности к врачам, которые бывают очень успешными врачами и хорошо лечат, но сапожных без сапог. Итак, да, нет. Больше да, чем нет. Больше нет, чем да. Четвертый вопрос. Вы уверены, что знаете, что будет завтра? Ну, опять же, да, нет. Больше удачи нет и так далее. И последний вопрос. По-видимому, самый сложный. На него сложно ответить, потому что мы редко задумываемся вообще над этим вопросом, разве что нас психолог или психотерапевт загонит в такой глубокий какой-то угол и задаст банальный вопрос. А, собственно, вы счастливы? Но, пожалуйста, сейчас тоже мысленно ответьте. Да, нет. Больше да, чем нет. И больше нет, чем да. Итак, вы ответили на 5 вопросов. Я результат не вижу. Но я делал эти опросы и среди своих сотрудников, среди наших врачей, и большие аудитории, и вебинары под 2000 врачей. И самое главное, что я даю вам интерпретацию всего этого. Если кто-то из вас ответил на все вопросы, на все 5 вопросов, да, моя большая к вам просьба, вот не тратьте время, вот вы не там сейчас находитесь, ваше место в кафе, с любимыми, с супругой, в сексе, где угодно, но только не здесь. Вот все то, что я буду говорить дальше, вам не нужно. Но, поверьте, и я, и большинство готовы идти за вами, вот так, бежать за вами и спрашивать, а вот как это у вас так получилось, что вот и здоров, и счастлив, и все было в прошлом хорошо, и вы точно знаете, что в будущем. Потому что большинство не ответит, значительное большинство не ответит на все вопросы однозначно да. А если так, то становится много вопросов, которые я ставлю сам себе, ставлю своим пациентам, они возвращают мне, и мы движемся в этом вопросе. Слово счастье, удовольствие от жизни. Мы очень много пишем. Я иногда шучу, что мы очень писучие. Вот видите, вся эта литература уже давно, и это еще не вся. Она стала очень популярной, попсовой, как я ее называю, потому что мы пишем для людей, для пациентов, которые должны читать не какими-то сложными терминами, а читать и понимать, что мы хотим донести и так дальше. Наиболее популярными вот эти книги, их большинство висят в интернете, причем действительно в хорошем качестве, ну, пиратским способом. Скопировали, да бог с ним, я уже на эти авторские права махнул. Главное, чтобы оно кому-то чего-то помогало. Но когда я сам начинаю анализировать, вот так ретроспективно, что мы написали, что стало популярным, вот на вскидку книг, еще тревога, популярная психиатрия, как преодолеть стресс, как выкарабкаться, шизофрения, альбеймера и так дальше, я начинаю задуматься, особенно вот эти книги, загуглите, шабан, тревога, скачать или скербан, депрессия, скачать. Это не реклама. Просто я вам показываю то, что есть востребовано. И я сам себе задаю вопрос. Слушайте, о чем мы говорим? Мы говорим о болезнях, мы говорим о несчастьях, мы говорим о возврате, о попытке возврате нашей несчастной медицины к тому, что будет называться биологическое здоровье, гедония, счастье, адаптация. Но мы не даем изначально какой-то материал, чтобы не решать вопросы удовольствия жизни и счастья в виде позбавления болезни. Согласитесь, наша медицина, какая бы она там ни была, как она технически не продвинута, вплоть до персонализированной генетической медицины, высокотехнологизированной медицины, она все равно, к сожалению, еще достаточно беспомощна. И тогда ставится вопрос совершенно другой. А может, надо говорить еще не с нашими пациентами, а просто с людьми о том, что «А давайте делать свою жизнь счастливой, давайте делать ее без болезни, давайте проживать так, чтобы потом мы гордились и вспоминали и чему-то других учили». Но, тем не менее, слово «эмоции», «счастье», «удовольствие» – это уже область не только социологов, психологов, поэтов, журналистов, об этом пишут уже очень крутые нейрофизиологи. И вот Антонио Дамасио, крутой нейрофизиолог, он сказал, что открытие нейрофизиологии обнаружили, что чувства играют в нашей жизни большую роль, чем когнитивные. Как? Человек гомо сапиенс. Вообще переводится «человек разумный». Так вопрос, человек эмоциональный? Или человек разумный как альтернатива? И, собственно, что сделало из кроманьонца гомо сапиенца? Эмоции отказываются именно так. Так, чтобы я только не нырнул сейчас в другую область, у меня иногда уносят, студенты-то любят пользоваться, как забросишь что-то с экологией или эволюционностью. Лекция пошла совершенно другое. Итак, Дамасио четко подчеркнул. Нейрофизиология указывает, что эмоции более значимы, чем мы думали, и даже больше, чем разум. Конечно, уже не психолог, не психиатр, но гениальный писатель. Я его очень люблю. Это Эрик Мариэр и Марк в «Жизни взаймы» стареньком своем романе. Он хорошо написал. Разум дал человеку, чтобы он понял, жить одним разумом нельзя. Люди живут чувствами, а для чувств безразлично. Кто прав? Возвращаемся к понятию, которое я сегодня буду вам показывать, освещать, иллюстрировать, ссылаться на собственную жизнь, собственно, жизнь наблюдения за женщиной, которая растет в моих глазах. Знаете, так бывает. Родители не помнят или не могут вспомнить детали, как девочка формируется, подростка, в женщину, а собственные дети. Но вот на внуках появляется время. Раз, и второе появляется знание, а третье появляется такое даже научное любопытство. Ну, 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 а ну, повтори, внученька, что ты только что сказала. Вау, это не просто смешно. Это же иллюстрирует, трам-драм-драм, и пошло. Итак, Википедия говорит четко, счастье – это состояние человека какого-то удовольствия. Там уже дальше идет наполнение какого-то удовольствия. Но главное, ключевое слово – это удовольствие. Удовольствие от того, в чем он живет, бытие, осмысленность жизни, в конце концов, осуществление всего человеческого назначения. Честно говоря, когда читаешь, так восхищаюсь глобально, только так думаешь, а какое у тебя, собственно, человеческое назначение? Теряешься. Может, ты бы был очень крутым слесарем, действительно крутым, я не шучу, чем там плохим врачом или еще чем-то. Поэтому сложная штука. Но, тем не менее, к слову, счастье употребляется настолько различных подходов, в том числе научных подходов, потому что физиология – это, поверь, и наука. Вы в этом не сомневаетесь. Да, философия – это глубочайшая наука. И экономисты, и даже теология, она подходит с позиций доказательности и рациональной доказательности. Поэтому понятие счастья – каждый вкладывает что-то свое. Твое впечатление, что на одну и ту же вещь смотрят с различных точек зрения, но не могут в конце прийти к чему-то единому и сказать. Я могу прочесть лекцию, гениальную лекцию о том, что такое счастье. А у меня всегда вопрос – а ты счастлив? Вот ты конкретно, вот ты возвращаешься в семью, ты делаешь вокруг себя людей счастливыми? Вот твоя жена, которая там даже не смотрела твою лекцию, потому что не премьер, ты же академик, ты же носишься, ты читаешь, она счастлива вот от такого академика, который там носится по этой жизни. Но тем не менее, я возвращаюсь к тому, что счастье выгодно. Выгодно даже экономически. Быть счастливым… Ну, вы читаете, что я нарисовал в этом слайде. В конце концов, счастье, удовольствие – это продолжение жизни. За счет чего? За счет иммуникета. Лучшего управления стрессом. Это наполнено жизнью. За счет чего? Лучшая коммуникация. Люди, которые низко коммуницируют, например, интервенты, они все равно тянутся тем, кто излучает вот это добро и счастье. Тут сложный вопрос. Это жена меня постоянно спрашивает. Вот почему, как мы только выйдем куда-то гулять, тебе обязательно подойдет какой-то сумасшедший? Я говорю, надежность, безопасность, готовность принять сумасшедшего, который гоняет и полиция, и социальные работники, только потому, что он там не вписывается в этот вокзал, или свой вид, или еще там что-то. Вот действительно, реально, выйдем, обязательно подойдет ко мне. Попросит сигарету. Я не курю. К сожалению. Было вариант, когда мне предложил бычок, я его так искренне благодарил, взял этот бычок, сказал, что это про запас, они это хорошо помнят. Итак, счастье, это не только стрессоустойчивость, это и есть такая штучка, вон там в центре, лучшая психологическая гибкость. Дело в том, что в жизни необязательно должны быть стрессы и дистрессы. Есть просто притирание, есть просто адаптация, есть просто понимание возраста ребенка. И мы должны быть не такими прямолинейными, которые знают все, начитались книг, прожили какую-то жизнь, и мы должны донести. Поколение совершенно другое. Поколение ни черта не понимает в нас, мы не понимаем в них, оно носится своим клиповым мышлением в виде картинки и так далее. Оно не читает этому подобное. Что сказать, пошли вы к черту, я тут такой крутой, потому что я читаю каждый день книги? Да нет, мы должны все равно проявлять вот эту лучшую психологическую гибкость. Но кто будет проявлять? Тот, кто доволен жизнью. Тот, кто злой жизнью, он будет прямолинейным, он будет лупить этой палкой своей жизни прожитой по этим детям, внукам и кому угодно, и дальше пошло наверх до самого высокого уровня. Итак, счастье, это больше друзей, счастье, это удовольствие и счастье самой своей семьи. Это больше доброты, в конце концов. Только счастливый человек кормит по утрам синичек. Вот я только что об этом задумался. Я действительно сегодня утро начал с того, что посмотрел в окно, синичник пустой, а синички прилетают, вылетают. У нас сейчас 15 градусов мороза, снежок идет, что я сделал, когда уже привел себя более-менее порядок. Пошел, насыпал семечек, накрошил хлеба, вижу, прайд прилетел, пять синичек. Я понимаю, что я делюсь чем-то, какой-то стабильностью с ними. Злой человек недовольный жизни не будет заботиться о других. Он ищет объект, наоборот, наказать, разгрузиться. В конце концов, счастье это больше зарабатывает. Действительно так. Об этом знают, хорошо знают, когда читают психологию экономистов. Они говорят своим, на тех же тренингах дают советы работодателям. Делайте свой коллектив счастливым. Приносите удовольствие. Какие способы, это совершенно другое. Вопрос в чем? Да не в том, что вы такие крутые альтруисты и любите всех, кто вокруг вас работает. И о том, что они будут для вас, капиталисты, приносить больше денег. Вау, абсолютно правильно. Счастье это больше зарабатывает. Поэтому я всегда говорю своим коллегам, хотите больше зарабатывать, это не значит, что вы должны идти на 10 работ и пахать и прийти к Барнаула синдрому, синдрому профессионального горания. Просто сделайте свою жизнь больше довольной. И не приводите эквивалент, я вначале заработаю, потом я стану счастливым и потом... Нет. К сожалению, жизнь пройдет, поздно уже что-то будет. Более того, политики даже об этом говорят. Вот, например, для примера старенькая статья, что в Венесуэле появился бюрократ, появился, который заботится о том, что карнавалы должны распространяться, идеи счастья, у него аппарат, у него куча людей, у него есть планы, он ответственный перед президентом и так дальше. То есть, это начинают говорить даже на высокополитическом уровне. А вот штука, которая, честно говоря, несколько напрягает и нехорошая. Но она есть, потому что это мы с вами, мы люди. А мы, человек, существо крайне эмоциональное. Но вот вы считаете то, что я написал. Отрицательные эмоции, к сожалению, в эволюционном аспекте превалируют. Человек постоянно нуждается в положительных эмоциях, а отрицательные какие-то события, которые делают его эмоции отрицательным, приходят сами по себе. А вот цифры, которые просто бьют по мозгам. По мере взросления человек становится все более печальным. Ребенок смеется в среднем за день 400 раз, а взрослый 15. На 500, приблизительно 500 мыслей на протяжении дня припадает около 450 отрицательных и только 50 положительных. А для того, чтобы остаться в равновесии, человеку нужно на одну отрицательную эмоцию не менее 7 положительных. Единственное, что я всегда учусь у своих пациентов, не надо искать грандиозные положительные. Они должны быть мелкими. То, что вас порадует, то, что вы сделаете для себя, для других, на которые биологически обратимой связью, вернется к вам, поднимет ваше настроение и появится внутренний отрицательные. В конце концов, вы знаете такую вещь, тот, кто дарит что-либо, что-либо, любой подарок, мелочь, карандаш, большой подарок, он получает удовольствие больше, чем тот, который принимает. Я всегда, когда мне какие-то фармфирмы забрасывают эти блокнотики, ручки, пакеты и прочее, я всегда их раздариваю своим нашим медсестрам, своим сотрудникам. Я понимаю, что оно им настолько нужно, хотя раньше из конгрессов зарубежных возил сумки, чехлы для компьютеров, флешки, тогда, по-видимому, больше было радости. Ладно, дождемся работы офлайн, будем встречаться, будем ездить, опять собирать эти бэги, опять собирать эти флешки. Очень интересная публикация, которую перепечатала VGC. Человек в реальности мало оценивает свое восприятие и эмоциональную оценку событий будущего. Но, скорее всего, он будет тянуться в своей доказательной базе к информации негативной. Другими словами, когда я говорю, как вы думаете, что будет в будущем? Хорошо будет? Процветание? Классно! Все говорят, ну, скорее нет. По-видимому, что-то будет. Это заложено у нас эволюционно. Другими словами, мы как бы заложили программу пугать друг друга, быть насторожны для того, чтобы выжить. Элементарно выжить. Так формировался социальный мозг. И именно развивалась амигдала, это социальный контакт между людьми появился в альтернативу индивидуального мозга. То, что мы более печальны, чем радостны, тоже вот эта публикация, тоже как бы не очень радостная, потому что она показывает, насколько удерживаются эмоции. Вы обращаете внимание, последняя эмоция, там самый большой красный столбик. Печаль. А вторая по продолжительности в часах. Ненависть. Там есть и положительное. Но получается, что для нас более ценно. Ну, удерживая, значит, более ценно. Мозг для чего-то его держит, для чего-то муссирует, для чего-то доказывает, почему-то строит эти фильмы. Я сказала, он сказал, а вот надо было сказать, а я стою трам-трам-трам-трам. Зачем? Зачем мы держим печаль, ненависть и радость только на третьем месте? И насколько она отрывается от печали? К сожалению, это эволюция. Но эволюция штука рациональная. Гомо сапиенс бы не выжил среди сотни вариантов гомо эректус и так дальше, и так дальше, подобных веток, которые образовали гомо сапиенс. Если бы он не обрабатывал эти отрицательные эмоции. Есть особенности. Вот то, что я здесь написал. Женский мозг здесь десятки причин, почему он еще более чувствительный, например, к отрицательным эмоциям. И более того, он может даже прийти к тому нарушению, которое будет называться тревожное расстройство, депрессивное расстройство, фобищестное. И это в два раза больше среди мужчин. Даже женщинам больше свойственна вот эта акидия, которая никакого отношения не имеет к депрессии. это утрата, как сказал Рона Барк, это утрата инвестиций в некоторый образ жизни. То есть, женщина останавливается, она не хочет развиваться в том, чем она живет. Это еще не депрессия, но это уже та вещь, которая может подтолкнуть к каким-то психосоматическим расстройствам. Когда мы говорим о счастье, надо понимать, что все мы одинаковые, потому что все мы гомо сапиенсы, и все мы совершенно разные, потому что все мы живем в различных культурально-ментальных аспектах. И здесь, можно цитировать, растиражированный на весь мир понятие счастья, доска, фьюби, на эту тему очень много. И выступают, и пишут. И я недавно был, ну, недавно, когда локдауна, этого еще не было, когда последний был конгресс СНП в Копенгагене, ну, где-то года два назад, в двадцатом году уже никто никуда не ездил, девятнадцатый год еще ездили. И я видел, и чувствовал это, Хьюги, когда ты сидишь в кафе, моросит дождь, а ты с бокалом красного вина, свеча, напротив, женщина, которую ты любишь. Это была моя жена. Мы сидим, даже не разговариваем, просто балдеем, просто балдеем, тепло, хорошо, винцом бомба. Это Хьюги, это оценка, вот этого шоколадика, свечечки, шведское олягам, даже не лагам, но я написал, потому что нет, вот это ая, повторяю вторую букву, передать сложно. Меня как-то швед и поправил, не лагам, а лагам. Я повторить могу, написать не могу. Поэтому шведское олягам несколько другое, оно очень приближается, потому что, в принципе, это тоже слов лайф, это замедление жизни и крутить головой, оценивать. Шведское олягам, это покупать хорошие вещи, не покупать много дешевых вещей. Олягам, это не выпячивать свои лишние деньги, а лучше потратить его на чувство удовольствия, чем на железяку на четырех колесах, чтобы хвастаться вокруг, но в то же время лопать какие-то испорченные продукты. Испанская маньяна, ну, дюк, это совершенно другое, это жилость, это эмоции. Поэтому, в отличие от, как бы, Италия, Испания, большая эмоциональная жилость, темп, скорость мышления, и так далее, и так далее, эмоционально, они приводят удовольствие и счастье, как совершенно другая вещь. Ведь маньяна, это означает завтра, испанский перевод. Но оно имеет сленговое значение. Вот сленговое значение маньяна означает, да подождем, да завтра это все мы разрешим. Слушай, не парься, о, точно, не парься, не парься, завтра посмотрим, может, ничего не надо будет делать. Это маньяна. Вот такое, израильяне, как всегда, умный народ, Осим Хаим, делаем свою жизнь, куда спешить, я тут сижу, я разговариваю, что ты мне названиваешь, так дальше. Совершенно другая страна, государство, которое живет по своим правилам, которое уже, не знаю, в 23-м по-видимому столетии, но они вводят очень интересное понятие счастья, которое не свойственно ни одной другой стране, это Атайо. Атайо или Атайо, это удовольствие, потому что довольные вокруг меня. Я счастлив, потому что мой коллектив счастлив. Это только там могут рабочие оставаться и делать кружки, никто их не загоняет и думать, как нам что-то изменить на производстве, чтобы наш владелец завода еще больше зарабатывал. Дурацкая вещь для нас, это совершенно. Для них это свойственно, вот это счастье от счастья коллектива. И если кто-то недоволен или все недовольны, я не могу быть счастлив индивидуально. Повторюсь, это только японское. А вот, по-видимому, надо иногда учиться у архаических народов, которые находятся бог знает где, по этой фотографии судя. Но, когда читаешь этот текст, слушайте, слезы на глаза набегают. Есть понимание счастья действительно как песня. Речь идет о архаическом африканском племени под названием Хэмбу. Вот я там написал как бы заключение. У них нет гаджетов, автомобиль, нет интернета и супермаркетов, но у них есть песня и они счастливы. Очень интересная штука. Потому что только в этом племени день рождения считается не день, когда человек родился, малыш родился, и даже не день, когда он был зачат, потому что иногда так можно считать дни рождения. А день рождения считается тогда, когда вот эта красивая молодая мама встретила красивого молодого будущего, он еще не супруг, только у них появляются романтические отношения, и она начала думать о том, что по-видимому у них будет союз, семья, что называется, и будут у них деньги. И в это время, когда она это почувствовала и видит какой-то отклик у этого молодого юноши, она удаляется из села, она идет, она идет в лес, она сидит там под деревом уединенным, подальше от своих же людей племени, и внимательно слушает природу. И в это время она начинает эту природу синхронизовать в какой-то ритм, в какие-то слова, и в какую-то песню. она запоминает, она повторяет эту песню, она с этой песней возвращается в село, она знакомится, она развивает отношения с своим молодым человеком, и если у них все идет так, как должно идти, она обучает его этой песне. она они создают на свадьбе естественно, когда это все создается, все население, ну сколько их там, человек сто, поют им эту песню, потому что она уже распространила эту песню. Она беременеет, и когда она беременна, она постоянно напевает эту песню, ее муж поддерживает эту песню, и когда она рожает поветухи, которые собрались возле нее, поют очень громко поют эту песню, и ребенок появляется в этот мир в песне. Ребенок этот растет, и он знает свою песню, и если он что-то сделал не очень хорошее, никто его не изгоняет, тюрьмы там нет, просто совет старейших собирает, забирает его, садит в центр этого села, на эту поляну, где собираются все жители села, и они начинают ему петь его песню. растет с этой песней, он знает ее, это его песня, ничья другая, это индивидуально его, когда он болеет, ему тоже поют эту песню, когда он умирает, и с ним прощается на смертном Андрея, ему поют эту песню, его сопровождает эта песня до конца жизни, я просто удивляюсь, химбу счастливы, они не поменяли айфон 7 на 8, 9, 10, и в супермаркет не сгоняли, и газировку не хлебают, они поют эту песню, знаете, нам есть чем учиться, мы можем очень многое брать, и не отмахиваться, говорить, дикая цивилизованному миру, есть вещи, которые заставляют хотя бы задуматься о том, потому что согласитесь, у нас тоже есть своя песня, она не индивидуальна, она скорее из нашего детства, из прошлого, которая вызывает у нас какой-то резонанс. Так вот, я ставлю риторический вопрос этим слайдом, который напомнил, может я его не полностью напомнил, но согласитесь, тогда чем самым замерять это счастье, для нее, это девушка, женщина и так далее, детьми и благополучием, все вопросы риторические, удовлетворением материального благополучия, хорошим мужем, наличием искренних друзей, хороших родителей, тем, что она реализовалась в этой жизни, например, на работе, наполнился в жизни интересными событиями, хорошим здоровьем, или отсутствием подобного вопроса жизни, я там написал Сороконожки, знаете, Сороконожка, которая задумывалась, как это так мои сорок ножек ходит и не заплутывается, с этого момента она не делала ни шаги, да, кто-то скажет, ну, по-видимому, все, ага, покажите мне человека, у которого есть все это, тогда получается, что все это очень и очень индивидуально значимо, есть понимание счастья, даже накладывается на понятие времени, то есть счастье, как понятие времени, по-настоящему понимание счастья, это то, что мы осознаем потом, это очень и очень часто, довольный человек, счастлив человек, по-видимому, иногда и не чувствует это понятие, а вот когда он теряет и ретроспективно смотрит прошлое, он говорит, классно было, но время уже ушло, а вот вещи, которые имеют непосредственно отношение к женщине, с позиции эволюции беременеть несчастливым, то есть страдающим и несчастливым женщинам не целесообразно, они не эффективны для продолжения рода, отсюда частые проблемы забеременеть, и я в силу того, что очень часто консультирую другие клиники, кардиология, гинекология, репродуктология и так далее, и так далее, я тоже понимаю, почему параллельные специалисты говорят своему пациенту, пожалуйста, сходите еще к клиническому психологу, что-то здесь не то, мы сделали абсолютно все, ну вот все сделали, а я понимаю, женщина не готова, она переживания, а эволюция блокирует, просто блокирует все тут, что внизу, что относится репродуктологии, через гормональную связь, через вот эту гормональную связь, и отсюда большие проблемы. Итак, хороший вопрос, счастлива ли я? Тогда я привожу наиболее, скажем так, чувствительные психосоциальные и поведенческие факторы, которые точно влияют на качество жизни и на ее удовольствие жизни, а значит на понятие счастья. Это замужество или одиночество? Только не думайте и не приводите вот параллельные примеры, вот стереотипное понимание. Все замужние женщины, то есть семейные женщины это счастливы, это ерунда, это не так. На эту тему были проведены большие исследования и очень четко показали, те замужние женщины, они счастливы, ну условно возьмем, что они более счастливы, скажем так, более счастливы, но они более счастливы одинаково, чем те, которые не создали семью и живут одни. И они более счастливы, то есть менее счастливы те, которые создали семью, но она в силу обстоятельства развалило вот поэтому здесь такого однозначного ответа нет и так дети почему я написал лучше как минимум двое сложный вопрос я понимаю что я сейчас могу получить по голове но я много лет наблюдаю за семьями своих пациентов семьями своих друзей за собственной семьей естественно сопоставляю я уже давно убедился меня никто не разубеет что дети которые появляются в семье независимо от пола ребенка независимости когда разрыв между ними они всегда противоположный я то есть биология забрасывает всегда очень интересные векторы противоположные один хорошо учиться не надо ходить школу 2 надо контролировать ходить один интроверт рой икстровер один такой другой такой они давай тогда вопрос почему я написал лучше минимум как двое да потому что мама все равно какая бы она ни была умная что к детям всегда надо ставится одинаково какие бы они не были демонстрировать и какой бы ни ранее был разрыв возраста чтобы не травмировать и не сделать психопата следом 2 ребенка которому меньше уделяется или не демонстрируется любом но подсознательно мама все равно выбирает того ребенка которого на которого на что-то проецирует и своей прошлой жизни как правило чувство любви и тому подобное подсознательно это очень очень сложная вещь эту тему можно почитать целую лет и так следующий фактор это одиночество или социальная активность даже поедине не стоит объяснять это проблема в теме причем это высокие королета по сравнению с низкими королятами это проблема на работе а вот мужчин кстати здесь развернуто для них более важно что происходит на работе как и воспринимает как они реализованы для женщины все равно это ну они созданы они созданы генетически вот вдумайтесь они созданы генетически продолжать рот то есть на них висит сверхосветственность сверх ответственность за бессмертие почему да потому что две клетки сливаются появляется новый человечек который найдет человечка передаст еще свою клеточку сольются двиг это бессмертие вопрос от кого это зависит от женщины поэтому биологи которые собрались несколько лет назад очень крутой был съезд биологов они так печально сказали да конечно да ген ген мужчина это тупиковый вариант эксперимента природы отойдет он будем мы без этих самых которые мужчины печально но эволюционно это к сожалению то следующее наличие хронической соматической болезни понятно что чем больше болезней чем больше они беспокоят и меньше мы будем говорить о счастье вот хороший фактор часто там выходом в реальную ситуацию театр кинотеатр и так далее тем более с друзьями поэтому мы очень много сейчас описываем постковидной тревоги депрессии остыни и так далее она связана еще и с этим что мы не можем себя социально реализовать длительный прием каких-либо препаратов в особенности антибиотиков и гормональных препаратов количество времени которое приводит сидячем обездвиженном положении здесь прямое понимание движешься получаешь удовольствие движение только не насиловать напомню бднф фактор то есть этот ковальчик белка который циркулирует нашей крови и который будет заставлять создаваться новые нейроны на влияет на нейропа с он а форсируется поднимается когда низкий уровень глюпозы раз второе есть физическая активность но фокусная кратковременная и удовольствие то есть не бегать и мучить себя по стадиону с полутра выполнять какую-то программу на снижение веса а пробежался походил получал удовольствие провязавший чуть-чуть две-три минуты отдыхают и до главные здесь критерий удовольствие даже понятие мышечная радость эндерпиновая мышечная радость следующее частота общения с людьми которые излучают счастье которые оптимисты которые наделяют жизнь счастьем и наоборот несчастливые люди это индуцирование от них все плохо есть такие циники есть которые чтобы не происходило все равно плохо будет еще хуже так закончится эта экономическая беда откроется границ так комета летит планете земля я всегда говорю я вам еще больше скажу солнце превратится в красного карлика и землю поглотит вообще земли не будет бы осталось 5 миллиардов лет только прожить следующий фактор частота употребления психоактивных веществ для нас более знакома слова алкоголь потом идет вот и транквилизатора да так ну главный человек который носит сумочки какой-то успокоительный враги можно сказать что он по жизни постоянно счастье да он может чем-то достигать это счастье но постоянной нет наличие или отсутствие домашнего животного о я здесь на эту тему у меня лично 5 как честное слово 5 как у нас дом 5 готов последний принес из телевидения давал интервью а там они показывают котят котов которые они хотят кому-то дать но из дома к вниз приюта какого-то взял пятого принял жена обрадовалась точно как то частота сексуальных снов для женщины это очень важно хотя для мужчин тоже кстати наличие сексуальных снов это признак здоровья только не улыбайтесь и возьмите это на вооружение и просто поспрашивайте по своих пациентов я часто это спрашиваю и уже чё по кроме я это прочел одной научной работе большой научной работе потом начал спрашивать убедился доработать то есть если ваши пациенты теряются исчезают из их пакета сновидений сексуальные сны они больны но вот когда вы занимаетесь их лечением независимо как здесь не это речь о психологии психотерапии просто занимаетесь успешным лечением то сексуальные сны возвращаются поэтому спрашивать такой подсознательный маркер о том что их здоровье биологическое улучшается и порадуйтесь вместе с ними только никогда не спрашивайте при мужа снятся ли они их мужья как правило у женщины никогда не снятся сексуальными партнерами их мужья хотя кто-то может мне написать чат и сказать чем он ты не прав я видела мужа я всегда подсказывает не было исключение ладно поэтому не надо этого ясня время которое проводит возле телевизора женщина корреля ты обратно чем меньше ты смотришь этот дурацкий ящик тем лучше твои будет здоровье и эмоциональное состояние это знает все не выполняет это время которое уходит на домашние дела если она работает не дома если женщина работает и она заваленными и домашние дела не распределяется на других то есть все на ней счастье уровень счастья удовольствия жизни всегда снижается кстати об этом начали писать больше британцы и немцы я абсолютно верно что нас тоже ситуация хотя каких-то опросов на наши государства к нему сейчас это общение с детьми не удивляйтесь то что я здесь написал количество зеркал дома дело в том что женщина ни одна женщина не пройдет мимо зеркала не посмотри в него и когда не задумывались почему она не собирается в театр просто если есть зеркало она на него посмотрит сделай движение у ее дальше если естественно на кому-то собирается к начальству или грузя в но тут начинается уже очень много то есть другими словами та женщина которая обращается к тому внешнему облику которую она видит в зеркале она работает на адаптацию себя в социуме вот такое умное словосочетание и так далее то есть она больше будет ценить то что она привносит чем-то который попит а значит женщина которая много зеркал которая обращается волкам это скорее будет карлят выше ну и еще один фактор это конечно же наличие друзей очень важно и это сказал кто смотрит терроризор больше мужчины ли женщины вот задумайтесь попробуйте ответить для себя даже можете загуглить мой вопрос и найти ответ но одно точно я вам скажу ваше эмоциональное состояние от просмотра длительных программ в особенности политических или просто новостей будет снижаться хотите эксперимент сегодня сделайте вечером перед просмотром новостей оцените свое состояние от единицы до пяти и после того и это каждый день если вы прочитать этот вопрос зачем вы делаете свою жизнь несчастливы только от информации а вот супер интересное исследование потому что она бьет по мозгам своей а логичностью если эквивалент денежные счастья оказывается есть вот начал сделал это очень солидный журнал прошлом году большой публикации на тему можно ли измерить счастье деньгами но и в том числе 164 страна 17 миллиона людей опрошенных вывели оказывается уровень счастья который длится от дохода и этот доход 60 75 тысяч долларов в год но есть и такие вещи будем к этому стремиться я думаю что наши правительства всегда думают как сделать свой народ счастливым а вот есть цифра надо его выполнять если бы они это тоже слушали думали их так реагировали как мы но хорошо возвращаемся более чуть-чуть более сложные науки вы помните говорил миф счастье это миф или это какая-то научная штука если мы говорим о науке мы сопоставляем как бы глобально давят бабок это биология это социология и начинаем сравнивать между ними поэтому публикации на тему научных я конечно даю а попсовая публикации что было понятно публикации на тему биология по сравнению с социологией как бы начинает балансировать то одно перетягивает по другое поэтому нейрофизиологии как биология счастья имеет под собой действительно большие следы вы знаете наука развивается нейро визуализация развивается фантастически быстро мы уже говорим о облучении голубым светом определенных групп нейронов а чипирование головного мозга это штат или новость открыться тоже делает японцы говорят все уже есть нейроны выращенные ней стволовых клеток то есть наука движется супер и так биология блестящая лекция сержа гингера его любят цитировать потому что он такой чуть-чуть эксцентричный психотерапевт крайне интересный психотерапевт вот он тоже касается понимания что мозг это продукция счастья но гендерный мозг вот она из своих лекций он сказал вам повезло я буду читать вам сегодня двери более того я говорит уже начал читать вам две лекции вот вы меня слушаете и в чем это две лекции да тут что женщины воспринимают мой голос громче мужчины тише воспринимает женщины вас причем принимая воспринимают голос выдавая три раза громче чем мужчину а дальше включается совершенно другой женщина воспринимает эмоционально мужчины ждут какой-то логики подач но я думаю что понимание счастья больше приближается к гениальным работам и залать и панкский университет просто удивительно почему этот человек связь силу своих гениальных работ по изучению мира мира зеркальных нейронов не получил нобелевскую премию у нас бывает так что нобель догоняет тех которые уже ушли из жизни понимая гениальность их открытия и влияние на на науку и на понимание например той же нейропсихологии нейрофизиологии вообще наверно так вот я думаю еще и залать и прав что счастье женщины специфики работы и зеркальных нейронов и о том что у женщин зеркальных нейронов значительно больше они если мужчин раньше считали что только в одной области гиппокамп потом обнаружили их разбросаны по всему головному мозгу поэтому есть зеркальные нейроны ответ за движение зеркальные нейроны ответы за эмоции например тоже эмпатия если есть такое такое но главный суть это то что их женщин значительно больше отсюда они больше чувствуют они больше ощущают они больше раскрашивают этот мир они делают из какого-то рисунка цветок они видят эту жизнь но и страдают больше поэтому недергард хорошо сказала чувство счастья это продукт нашего мозга а мозг это очень иррациональная печь все же этот миллион или триллион клеток которые 100 миллиардов нейронов это та печь которая поглощает 80 процентов энергии хотя составляет только 20 процентов массы тела она очень рациональна и прочитает энергетический распредел только только рациональными словами с позиции нейрофизиологии мозг сам принимает решение сжигать ли ему какую-то энергию на уровне нейронов понятно на такое сложное понимание как удовольствие от себя мы это наш мозг сказал дик слава я под соглачаюсь то есть на удовольствие и понятие счастья от себя же тема биологизации понимания удовольствия счастья вообще эмоции сейчас находится новая обработка это не новые данные университета ауто финляндия но они очень ярко статья кстати очень большая и более сложна чем их иллюстрации но тем не менее они показывают например тепловую карту эмоции на человеческом теле пробежитесь так тихонько пробежитесь тихонько это хорошо и сказал пройдитесь тихонько по излучению человеческого тела диапазона света естественно которые регистрируют или инфракрасная и так дальше и обратите внимание на центрального человечка яркий яркий желтокрасненький и вверху написано счастье счастье как бы светится совершенно противоположным там внизу третий слева слова вот этот фиолетовый холодный депрессия то есть вы будете видеть распределение туда 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 но самое яркое и самое излучающее понимание это счастье я вот опять вспомнил этих моих добрых сумасшедших которые ко мне подходят на улице незнакомые совершенно и думаю может силу вот этого не подходит то есть почему они не подходят другому человеку подойдут ко мне попросить что-то я там дам и или что-то объясню и тому подобное может мы с вами излучаем эту вещь даже не осознавая возможно это возможно счастье генетически детерминировано странный вопрос но тем не менее наука на сегодняшний день пытается ответить и на это и главное отвечает если у вас есть определенный тип гена мономоксидазы а это мало тогда вы счастливы вот генетические исследования коры есть этот ген никто вам ничего не испортит но здесь я добавляю свое но потому что есть понятие генетика и 50 процентов нашу жизнь составляет слова эпигенетика это совершенно другая вещь и как раз слова но за скажем так перечеркивают вот эти милые существа которых мы все любим трудолюбовые играл на и они высоко социализирован пчелок да именно на пчелах было проведено исследование и было показано рейкспрессия генов где рабочая пчела становится другие набирают других функций в зависимости от того что надо коллективу помните наши японцы что-то очень близко то есть поступки и ощущения я не буду углубляться в статью все что я показываю вы можете найти в интернете в даже в русскоязычных каких-то публикациях или в основном но главное поступки и ощущения вывод этого меняет экспрессию генов которые меняют поведение и наоборот и на это указывает это генетика помните ли вы это маленькое исследование но она настолько яркая что я не могу пройти для тренировки блок нужна стеклянная банка и крышка блок помещают внутрь банки и закрывают ее затем оставляют на три дня когда же банка открывается ни одна блоха не может выпрыгнуть из нее на самом деле блоки никогда уже не смогут прыгнуть выше уровня установленного им крышкой их поведение теперь неизменно до конца жизни и даже при размножении их потомство будет следовать их примеру выйдите из круга и живите не ограничивая себя воображаемой крышкой ключевое слово прозвучало и даже их потомки то есть генетическое произошло то что эпигенетика крышка изменила экспресс и пройдет прессе у генов и они вернулись в другое состояние вот вам пчелы и вот мы возвращаемся к аналитезным каким-то вариантом возможно вполне что счастье она реально связано с тем кто мы мужчина и женщина то есть гендерный аспект вот красивая фотография на мне очень нравится семья она приезжала на такие классные котята но они тоже демонстрируют слово понимания правое левое полушарие да действительно сейчас все больше появляется только вот не надо я не люблю когда профанирует и говорят глупости говорят женщины правополушарные мужчины левополушарные ссоре это дебилизм все мы оба полушарные но действительно поперечные продольные связи работают по-другому активация головного мозга работает по-другому даже оценка того что вокруг нас тоже по-другому смешной слайд абсолютно смешно я его взял в интернете но я просто подумал это реальная работа головного мозга смотрите насколько а вот действительно красочно картиночно право на полушария женщина какой цвет алый кармин бордовый сливовый баклажан лиловый лавандовый гвоздика и так далее так далее я ей богу не знаю этих цветов нет алый я знаю цвет еще там какой-то узнал вот я абсолютно себя вижу в этом мужике красный фиолетовый розовый оранжевый желтый зеленый синий понятно кучи минутам святее синий хотите другая работа опять пожалуйста железяки мужчина бин болт шуруп саморез гайка женщинами последние биндик ну это же не видит тем не менее но женщина ставит совершенно в тупик опять обращаясь к другой половине мозга в мужчины пилка 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 хотя это вау сколько этих названий тоже будет ну а там где железа к на четырех колесах но тут мужчина уже болту и так что за машина минимум сэдан универсал хайдбэк красненькая 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 ну а естественно продолжение всего это уже будут женщина кофточка пуловер блузка кардиган ветровка ков-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп-коп с переоденусь к оптус волнею а вот гениальное как на мой взгляд исследование просто и меняли исследования при помощи пэд активировалась и понималось как реагирует наш мозг на какие-то картинки удовольствия я обращаю ваше внимание что секс пища это более глубокие центры головного мозга то есть не спускающийся туда вниз к уровню срединного мозга а то что относится к лобной коре то есть последнее приобретение человечества это деньги и власть а теперь сложный вопрос как вы думаете естественно вы не сможете мне ответить я сам отвечу за вас как вы думаете это исследование гендерном аспекте где возбуждается больше мозг женщины когда она думает об этом когда она говорит об этом когда и просто показывает картинки реально случайно встретил эти картинки в интернете первом варианте секс пища или деньги власть делал паузу вы про себя ответили а я показал истину этого исследования секс пища это женская деньги власть это мужчина если скажет кто-то ну и что так я вам отвечу а что более главное для продолжения жизни человека для того же тиражирование днк для будущего деньги власть или секс пищи ответ простой банальный секс пища продолжать рот и быть накормить и так далее вот в этом и заложено вот это биологически прогрессивная жизнь этой женщины в отличие от мужчины который гоняется за символами или за обеспеченность топ я не хочу обижать мужчин я как бы под подел калстук тоже отношусь к ним я кстати даже когда готовился к нашей встрече сегодня куда же шанель blue брызнул на себя потом по нормам болит даже вебинар что ладно доживем до оффлайн поэтому это действительно так то есть биологический генетический программа женщины больше ориентирована на будущее вот книга в начале был сайт брони в р это паллиативная медсестра паллиативной помощи из австралии которая глобально подошла с позиции а давайте оценим нашу жизнь тогда когда она подошла краю что мы ценим и что мы считаем что мы сделали неправильно она опрашивала это хоспис она опрашивала тех людей работая медсестрой которые буквально были на грани и уходили вдруг иной мир и она опрашивала чем вы жалеет чтобы вы хотели чтобы вашей прошлой жизни то что вы прожили были по-другому и люди искренне отвечали а зачем удар печали то что думает это были буквально последние слова там пределах там месяца года и так дальше и она собрала их ответы и начала помещать их на сайте вследствие чего ее сайт буквально облавнился от количества подписчиков потом вышла книга вот видите опять отправения жизни но самое главное для вас выложу о чем жалеет люди я хотел бы прожить свою жизнь так как хотел я они так как хотели за меня другие друзья давайте вот эти фразы думать даже не о себе а думать о наших веке это крайне важно ладно буду углубляться в эту тему но согласитесь next не нужно было так много работать а тут я абсолютно согласна вау как как этой мысли давно пришел и говорю меньше работать на более эффективно закон паритов 80 20 80 процентов усилий где угодно в науке педагогике лечебном деле уху дает 20 процентов результата и наоборот 20 процентов дают 80 значит не то распределение тем более действительно вот если ты нормально не отдыхаешь если ты не хороший не патологический они хорошие эгоистов есть не думаешь о себе ты не эффективен для другим ты будешь их калечить своим неудовольствием злостью и чем угодно не нужно было так много работать как раз те нация она имеет под собой крайне интересную вещь и люди забывают что такое прокрастинация потому что они обращаются первоисточником например канадским публикациям где слова прокрастинация это не просто откладывание на завтра а завтра завтра не сделала а послезавтра ты дальше прокрастинации там прописано главный момент откладывание на завтра без эффективного решения в последующем другими словами японский метод на тебе задание когда ты его сделаешь хоть сегодня хоть целую неделю будешь хочется хоть будешь целую неделю отдыхать но в субботу ты выдашь эту программу компьютеру она работает поэтому без потери эффективного решения я за прокрастинацию следующее мне нужно было быть более смелыми открыто говорить о своих чувствах как вы думаете опять гендерный аспект кто об этом больше говорил тут же отвечаю мужчине это они имитируют что все спокойно все классно в семье это они забывают слайд они живут по этой поэтому пословице диалогу когда она его спрашивает после там не знаю 40 лет прожитого вместе а почему ты раньше мне говорила любви а сейчас больше ни о чем не говоришь а он отвечает если что-то изменится я тебя предупрежу нет это надо говорить они потом жалеют об этом но только уже поздно уже некому говорить женщины более открыто говорят но и их можно перевести состояние не говорить и о том что есть такое понятие вербализируй проговори свои чувства и твоя боль уменьшится если ты переживаешь твой уровень какого-то понимания подымется поэтому крайне важно проговаривать я понимаю что если затиражировано замусолено и уже без всякого смысла произносится котик собак не собачка котик зайчик рыбка и так далее это уже потеряла смысл этих слов то есть понятно что это уже просто такой стиль обращения то может это не стоит говорить но вот просто сесть и смотреть глаза и вдруг сказать а помнишь слушай классно он живем через что только не прошли а вот как-то вверх и дети классно и живем до были потери было еще что-то о чувствах надо говорить причем мужчинам это дается всегда сложнее они не умеют говорить о чувствах их надо буквально даже не учить их надо иногда дрессировать я-то пытаюсь я знаете как сложно выдавить из человека даже все которые фактическом кабинете чтобы он проговорил о своих чувствах он более говорит о чувствах переживания по слову плохо тревога не могу это у него вылетает мгновенно а когда ты говоришь а вы говорили о любви а вот попробуйте только не ко мне у меня гетеросексуальная рыба а если мужчинам говорит ну ладно чтобы я не зависал next а что написала в эти люди говорили нужно было больше общаться с друзьями значит был дефицит значит они прожили ту жизнь где блокнотик тихонько исчезал введение звонили вот я взял за привычку позванивать старым друзьям чтобы спросить слушаться как там где-то нормально мы можем живем пошли дальше что-то случилось он мне да не думаю что вкуп а так вот я позвоню вот еду в автомобиле стою пробки думаю дай позвониться фон там делает опять занимается этой ерундой который называется психо так и вот самое главное оно мне очень нравится и я периодически думаю о том что действительно люди говорили нужно было разрешить себе быть более счастливым вопрос так что они не разрешали получается да если люди смертно на дверь говорили что они не разрешали они хотели бы разрешить себе быть более счастливым значит они жили в каких-то таких условиях где они даже не позволяли не им они себе не позволяли быть счастливым я нарисовал вот эту прямую и думаю вот как оценить жизнь человека с позиции того же осознания счастья удовольствием анализа своей жизни вот нарисовал слово 90 дай бог чтобы эта стрелка продолжалась вон став нашей жизни а вот тот который там прыгает и так далее и тому подобное вот мы движемся вот движемся 10 лет 20 30 40 50 60 70 80 90 и так дальше вот в этом периоде осознание счастья есть да по-видимому нет мы сложно вспоминаем осознание удовольствия мы больше вспоминаем какие-то действия и вообще сложно вот этот период самый большой работоспособности он занят делами совершенствованием учебой пахать достигать планы next next надо еще надо еще и такой период романтической не памяти не ничего не остается мы просто проживаем какую-то полу биологическую жизнь дай бог чтобы не было нейродегенерации альцгеймера пика даже вот такой спокойный но уже поисчезали друзья и тогда смотрите сколько у нас остается светлых периодов которые действительно могут быть посвящены себе крайне мало наша собственно цель это делать наполненность жизни вот здесь вот этот период потому что он самый большой и он самый активный это тот вариант когда действительно мы можем сделать свою жизнь счастье потому что она большая другим словами будет что как минимум вспомнить в этом автобусе который движется по первому маршруту родом школа номер три обл больница кладбище это наша жизнь до мы так движемся на крайне важный момент а женщина точно также движется по этой жизни вы видите скорость движения скорость движения когда начинает мы формировать все эти эмоции конечно же в детстве не всякого сомнения базальные эмоции человека формируется в детстве они построены на чувстве безопасности тепла насыщенности и так дальше но между этими фотографии и вот этой фотографией просто жизнь пролетает помните я показал 20 60 лет мгновенно и вот эта шутка жила-была девочки и вот однажды магазине спросили а у вас есть пенсионное удостоверение это действительно пролет жизни дело о том что то что было когда-то вот в этом смешном возрасте когда увидите самолет это ощущение детства крайне простых эмоций мы растем и наши эмоции том числе женские эмоции начинают наполняться какими-то нюансом а в силу ее зеркальных нейронов они наполняются очень большими нюансами они становятся в том числе абстрактными и главное иногда малопонятным но я точно знаю позиции даже психосоматики как не сделать человека как сделать человека не счастливы эмоции детства с длительным периодом и крайне нелегкостью возбуждения низкий порог возбуждения вот вам два варианта которые выстреливают в несчастье потому что это будет душевные муки или киркет сайму например те же хронические боли чувство собственные недостоинства которые порождают гнел который порождает страх взрослый человек это психология психиатрия сомнения в себе через вину стоит это боль тело саматика будет говорить сама за себя эмоциональный шлем гениальный михаил жванецкий сожалению шелк сказал правильно откройте глаза на него они потом помириться но ваши ноги в этом доме больше не будет о чем мы говорим о эмоциональном то есть действительно люди могут забыть что сказали могут забыть что вы сделали но никогда не забудут то что вы заставили их почувствовать поэтому возвращаются к этой праздник они потом померятся они начали прочувствовали но вы были принесли эту информацию что они прочувствовали вот это никогда не так эмоции действительно имеют понятие эмоционального эхо эмоционального дрейфа и они остаются независимо от того чем они были вызваны причем не ищите какие-то стрессы и понимание счастья женщины в виде того было у него не стрессовая жизнь или было у него стрессовая жизнь не эмоции это вот это очень тихое эхо например наполненность удовольствием того же детства не потому что я там наказывали ты запомнил как наказывали и наоборот мама которая очень любила и не отпускала тебя с рук это совершенно другие вещи но я точно знаю что эмоциональный фон виде вот этого дрейфа эхо он будет влиять на топ как себя будет чувствовать уже же девушка и женщина сейчас это полностью соответствует гениальным работам дольда хэба так заданный закон нейронных возбуждений работа то старенькая но сейчас она переосмысливается перепечатывается с пониманием вообще вот нейронные ансамбли которые имеют отношение к слову гедония удовольствие к счастью даже то еще более глубоко и о чем он сказал на жизненный опыт это жесткие и чрезвычайно стойкие нейронные ассабли которые очень легко активируются по сути являются супер ригидными пример пожалуйста мама как анальгетик хорошее исследование которое показывает ребенок младенец нет осознания еще большой деференциации проводится инъекция болезни например вакцинации так дальше и он находится в двух вариантах там я был находил еще 3 исследования на руках у мамы на руках у отца кто является лучшим аналгетиком не видя того что а дядя и успокоила вот просто на руках реакция одинаково на естественно кожно-гальванические рефлекции шкала боли по разным бой естественно мама является лучшим аналгетиком там еще было исследование а если сравнить не маму а медсестру то есть женщина и отца кто будет лучшим аналгетиком вот отцы не питайте большого медсестра лучше аналгетик в этой ситуации все равно есть что то такое которое у нас закладывается вот в это понятие которое я произвел раньше эмоциональный шлейф которая формирует нас с вами и ощущение нашего удовольствия жизни уникальная реальная фотография когда в нее смотреться то можно вызвать слезы это бразилия это сиротский дом и вы видите девочку которая нарисовала свою маму и легла в ее объятия и изложения к маме он там внизу она даже сняла обувь да мама для понимания формирования чувства стойкости антистрессово и чувство удовольствия по жизни имеет очень важную роль хотя вот эта шутка но я так думаю чтобы быстро движемся к этой шутке через 20 лет психотерапевты будут объяснять что все проблемы из-за того что нас недолайкали в детстве вывод 1 счастье закладывается в детстве рядом с надежным теплым мягким и защищающим субъектом это в первую очередь знаете я когда смотрю на эту фотографию старенькая фотография на получила полицейскую премию американцы и и сделали она показывает как подполковник роберт старом возвращается из плена после многолетнего вьетнамского плена и как его встречает его семья которая дождалась единственно читать из там что написано внизу тот же день мисс терм скажет может что у нее есть другой и она не могут и они не могут быть вместе слишком много времени прошло все изменилось я понимаю что жизнь очень сложно она неоднозначно и рисовать какие-то идиллии счастливой семьи или на врате сказать вот они дождались своего героя единственная нам хранила бедность она была вот такая такая это хорошо звучит это звучит для фильма какого-то а реальная жизнь совершенно другая да не дождались да не рады и вы до несчастье но у них уже разная жизнь и по-видимому понимание счастья удовольствие друг от друга и даже от семьи тоже по дальнейшем будет составлять из других вещей поэтому надо обращаться по-видимому к история почему привожу вот эти брачные газеты потому что они очень интересны знаете раньше когда я читаю эти брачные объявления люди были более как бы сказать искренне в своих чувствах и в изложении своих чувств точилась сейчас уже практически нет вот сколько я и читаю это просто фантастика люди четко говорят я хочу какой-то обеспеченцы извините что я привел москвича здесь это это мужчина вот это альтернатива к нашим девушкам которые ищут там серьезных отношений надежного тут москвич просто честно говоря я читал и что означает такие буквы но понятно что впереди там рост вес брюнет с моего кто-то по-видимому знает я не знаю познакомлюсь на мои 35 45 лет ухоженный для без мп для полного разрада вот это мне понятно что он хочет и культ а кстати за полным развратом звучит еще культурный отдых ну ладно когда я попробовал свести вот эти брачные объявления российских газет семнадцатого века семнадцатого года прошлого века у меня получилось очень интересная штука сколько бы вы не читали там только специально одно где-то оно есть где она отличается но исключение как бы подтверждает правило когда вы читаете вы видите что ну помимо того что подают так интересно красивые русско устала щели глазами вся сотка на из нервов из нервов и оригинально там для психологии хватало бы работать создано ищет но все они ищут богатого вот не скрывают девицы я ищу богатого даже здесь такое а вот двадцатилетняя образованная барышня ищет мужа миллионера непременно пожилого во избежание неверности то есть я гарантирую верность а ты не должен гулять я думаю вот что их объединяет кроме вот этой изысканности красивых слов литературных слов такой романтичности буквально каких-то цитат из романтических французских бульваров их объединяет поиск надежность вот женщина открыто говорит я хочу чтобы моя жизнь была прогнозирована и надежно поэтому вот если это все проанализировать и попытаться свести какие-то понимания счастья женщины и и ощущение этого счастья то получится очень интересная штука сознательно они ищут женщин близости благодарность и надежность но есть другая штука которая как правило не осознается то есть бессознательно это 1 . это безопасность второе доверие и третье признание принципе мы получаем вот то что получаем то есть эти ключики и замочки должны сойтись так чтобы удовлетворить первое и второе это не дается так легко это дается даже сложно но в принципе надо понимать что если женщина не ощущает безопасности говорит о чем-либо другом можно но это будет как-то выстреливать а что происходит женщина при потере этой безопасности защиты да она начинает брать на себя несовестные из функций до мужских функций от которых она собственность защищается и один подруги делаете она сама думает об этом то есть она бессознательно защищается это вызывает у нее психологический даже соматический дискомфорт наконец-то этот дискомфорт просто дискомфорт что-то выстреливает а конкретно это здоровье она начинает болеть и находят новую цель собственной жизни рецепты подруги которые чё-то лечатся врачи и так дальше и ключевой момент всего этого внизу счастье он-то он-то получается поэтому действительно слово сознательно и бессознательно она и биологически и она конечно же социально мысль может быть причиной болезни это часто мы с вами программируем себя на болезнь и собственной фантазии тоже могут быть как травм красивая надпись на номер на заботчики выданного назад не вдумаешь то что мы придумали мы начинаем жить на слово забота забота женщина ищет заботу счастья это одновременно когда они за модель это как вот хорошая фотография мужчина думает что женщина любит процесса берем не любит те кто они заботятся забота как способ демонстрации защиты но к сожалению силу и феминизации и в силу изменения этого всего мира мужчины становится я никого не обижаю я в целом думаю что все равно не становится тихонько ненадежными это слово исчезает как рагимент в новом столетии и вот эти вещи они встречаются все реже но надо понимать что эмоции женские женские эмоции они действительно заострены на тестирование мужчин вот посмотрите это кратенькое выступление я сразу же вам говорю здесь заложено очень интересно я сказал изначально вот эта ситуация которая сейчас будет произнесена это тестирование мужчины на надежность и на то что он не бабахнет сковородкой и не уйдет и значит их соединяет что-то другое поехали женская логика индуктивная есть такое понятие ассоциативные связи знаете да но классы подклассы и так далее ассоциации так вот когда женщине говорится о чем-то одном она сразу всю семантическую цепочку поднимает ну сообщество вот этих видов и подвидов из этого всего выбирает самое худшее ищет второе сообщество в которое входит это худшее из этих выбирает еще более худшее ищет куда входит это в сообщество здесь еще самое худшее и поэтому женщина спорит не фактами а выводами нет вот например ты принес картошку мелкую домой она ты хочешь чтоб я вообще с кухни не вылезала так ты себе рабыню нашел все вы мужики вам загнать но я повторюсь жесткое тестирование мужчины то есть даже когда выводы носят не логический характер а пара логически перепрыгивая чечево-логическую систему это очень важно я всегда говорю мужчинам что вы понимаете проблемам уже не проблема женщины а ценность женщины ума это том что их мозг работает за счет поперечных связей очень хорошо интуитивно то чего у вас нет и у меня нет а моей жены нет и у женщины есть всех же всех женщина то есть и когда мужчина всегда и когда мужчина что-то хочет решить например очень глобальный семейный вопрос менять работу переезжать переводить ребенка другую школу куда будет глобальный вопрос семейный мужчина собрал какую-то информацию посоветовавшись уже на эту тему разговаривали слова деньги звучали конце концов крайние точки обсуждения должен подойти к жене и сказать вот скажи мне вот так одним словом как ты думаешь вот будем на это дело и женщина говорит нет и вот тут в этот момент мужчине надо ноги на плечи и удирать с этой комнаты потому что вы его крутится вопрос дурацкий вопрос зачем он его задав но он задает почему ты так думаешь и она начинает не спускаться вниз от своей интеграции гениального ответа не спускаться в левое полушарие и выстраивать логическую систему доказательств она пытается доказать свою мысль получается абсолютная смешная глупость он хихикает нет всегда знал что вот пока делают по-своему потом оказывается она была права не надо было обращаться к этой логике парадоксы женской логике они конечно же и в чувство вот опять показываю вам одно видео несколько другой ребенок который обучается милая девочка но умница но вот почему ее заклинило на от на этом ответе давайте посмотрим где у меня видео девочка меньше число меньше почему она меньше 32 метра березы березы меньше может я тупой березы больше березы больше папа высота сосны 32 метра я тебе слово тут слово она не добавлена просто папа я может тупой березы на 14 меньше березы на 14 меньше березы а не сосна больше ну вот вот действительно как это не понять но вот эта логика она может привести совершенно другим вещам вот замечательный фильм я хорошо помните помните если привести вот их отношение к этой фразе значит женщина закладывает в это понятие своими эмоциями совершенно другой не бухая не реально бухая и зарплата не то что он слесарь она закладывает другую вопрос какой безопасно парадоксы логики что очень много не включается как бы эмоциональности логическом вот когда этой березой но конечный вывод совершенно другой конечный вывод другой поэтому у меня такой вопрос вокруг того что как меняется мужчина вот согласитесь может ли быть счастлива женщина рядом с мужчиной синдромом куа вот внизу там написано до французский термин вы сиживание пенцов это все за беременность мужчин который настолько любит свою жену настолько видит вникает обнимает прислушивается к этой беременности а а причем 10 20 процентов будущих отцов что у него развивается признаки как бы беременности с тошнотой с изменением питания с болями в живопе плоть до начинающихся родовых схваток и так дальше казалось бы вот насколько прочувствованный мужчина ой какой мужчина ссоры у меня большой вопрос это мужчина или это поведение индуцированные же мы ищем парадокс том что женщина ищет такого чувствительного мужчина переживающего любящего и так дальше но не до степени синдрома кула совершенно нам нужно другой второй вывод счастье окружать окружить часть это окружите жизнь среди людей которым ты нужен и они нужны тебе а еще если это цель но для женщин более понятен понимание довольствие жизни счастье жизни это конечно вот тут я уже озерклах вспомнил и без всякого сомнения ступит но согласитесь возрастные периоды женщины это большие провокаторы запросов самой себе счастлива ли я например период кимектаре кардинально меняется ее парадигма от молодая красивая на здоровая и востребованная поэтому а наполнял я понимаю что женщина все равно будет меняться и по-видимому и оценка ее самой себя глазами других тоже будет меня но именно в этот период начинается вот это кино разговоры сама собой внутренний диалог когда она за кого-то отвечает например гамуга или за начальника на работе или еще за кого-то но если идут внутренние диалоги которые не имеют выхода то они будут когда-то прорываться когда когда будет накопление перевозбуждение это стандартные жалобы возраст конечно и счастье понятия параллельные и просто качество оценки другое он замечательно писала как танцы конкурсе на самой краткой автобиографии я вот думаю конечно все мы хотим что было все наоборот но у меня другой вопрос и так и хочется посмотрите в глаза у меня такие теплые добрые глаза и сказать надо участвовать даже в этом возрасте я уверен она счастлива почему да потому что она сублимировала красиво она написала я эта продукция эмоциональная чувствительная жизненно и так дальше но есть и лишние эмоции которые делают женщину не счастливее более того кучу лея это по мере потери привлекательства поэтому не бывайте это красота продавки то но она очень красивая по мнению своей племени поэтому в любой точке планете женщина остается женщиной и поэтому хочет быть красивой и нарядной и использует для этого все возможное в том числе преимущество такого нет мы цивилизованно мы делаем вот эти вещи мы пытаемся будет не умерла ну слава Богу ну слава тебе Господи с этой маской а ты женщина пытается изменить и вопрос она хочет изменить себя для себя или для кого ну ответ по видимо однозначный и для себя и для ответ для кого но вот смотрите классное рисунок он мне очень нравится поведение этой собаки дома вот она смотрит на себя утром совсем тем что говорила наша француженка с этим видом и не и пёс который вот сердечко над его головой да а я красавица нас воспринимаю часто не так как мы себя не стоит на эту тему как бы уточнять почему не просто нас воспринимает а значит мы в том числе женщина первую очередь потому что они перед зерком первую очередь становится они действительно воспринимает себя не такими вопрос почему а теперь с разрешением вот этого милого существа это моя внучка Настя но я цитирую не сейчас не сейчас уже около шести когда полтора года после неоднократных безуспачных со стороны родителей забрать у него пустышку в один день наблюдая за своей мамой которая просит просит накрасить и ней но только ярко красным латом на шуточное предложение мамы барты лан взамен пустышки тут же соглашается это неделю носится с накрашенным овтянут пристает на всем улице и демонстрируя всем а пустышки больше не вспомнила ни разу я так смотрю на нее и думаю но я любуюсь как женщина становится женщина вот маленькая вот приятное существо белобрысое превращается то что я не понимаю как говорил желанец интересно что они чувствуют женщины действительно у них какой-то заложен другой механизм восприятия себя и подачи себя ведь лапки на ноги это же подача на себя это не просто копировать а вот что у нас произошло опять сражение этой барышни я опубликовал 2 где-то два с половиной года мы женой идем в гости дочери ее может приходим бабушка одевается нарядно настя с восхищением рассматривает бабушку которая пришла в гости рассматривали конечно ее а ее плать через пять минут пристального изучения бабушка ты подаришь мне свое платье конечно да но только когда ты вырастешь паузе о чем-то сложно раздумывает потом опять бабочки тогда ты больше я думаю вот женщина вот реально женщина вот закладывается женщина кокетка обращающий на себя внешность заигрывающие которые уже в садике она сейчас садик считает что это нормально что у нее есть три жены к которые реально заявили о том что они жених или в будущем и она у них расспрашивает а если у них конфеты или еще что-то вот женщина у них другой механизм восприятия этого мира и как бы не смешно выглядела вот эта штука которая здесь написано я понимаю что этом глубокая сущность которая несется женщины дураку не то красиво кто тебе сказал ты и ты поверила конечно мы берем до франция 50-е годы до это франция она была такая вот девочка который заложена биологическая программа реализации тебя своих и детям а значит она должна найти своего кого до того как он сказал и сын лоран для того чтобы быть красивой женщина достаточно не черный свитер черную любва самое главное идти под руку с мужчиной которого она любит ой молодца красиво это все высказал надо понимать одну вещь что детский мозг это синхронизация вот даже эта милая девочка на диппике показывает что победим у ее мама часто демонстрирует боль головной боли и ручка просто не дотягивается мы вступаем естественно понесет по жизни то что будет чувствовать а сейчас это чувство но она попадает в мир который я сейчас наблюдаю мир мужской тихой инфантилизации почему да под то что будущий мужчин все больше и чаще воспитывает только женщин мужчины заняты они зарабатывают они серьезные у нас они экспериментальный ген должен носиться и так дальше затем вручают будущей жене мужчину какого мужчину ребенка получается жизнь как спектакль для взрослых обращают внимание что там на заднем фоне а главное я хорошая тебя исправим это опять то что говорят женщины чувствует себе как вам нравится вот это исследование которое для меня совершенно стало неожиданным но проиллюстрировала глобальная идея мир ускоряется и ускоряет развитие всех существ в том числе гомо сапиенс грудь девочек начинает развиваться раньше за каждые 10 лет как вам это нравится вау говорите вы и я говорю вместе с вами поэтому скорость жизни возрастает то есть другими словами девочки становятся более взрослыми раньше не только психологически биологически вопрос зачем эволюция закладывает такие вещи то есть то что скорость жизни возрастает это правда мы не успеваем про чувствовать прочувствовать прожить оценить мелочи жизни или тебя жан лист те кто считает книги всегда будут отправлять ими кто смотрит телевизор всем нравится эта фраза сигарет вау правильно точно надо читать не смотреть телевизор филиция жан листик посчитают книги всегда будут управлять амика смотрит телевизор думаете что я повторился нет я могут сто раз повторять но вряд ли кто-то доберется внизу до того что что Стефани Фелиция Дюбре де Сент-Абейн де Желлис жила тогда, когда ее не было. Тогда не было, сори, не ее, а не было телевизоров. Мы не успеваем к мелочам. Но Фелыч, это не случайно. Да, она жила в те годы. Я написал специально и перечитал еще раз фразу. Кто такая Феллиса Желлис? Но интернет забит этой фразой, которая приписывает ей фразу. Этой баннером, который приписывает ей эту фразу. Мы бежим по жизни. Главное, схватили, да, классно, все, правильно, побежали дальше. Кстати, вечером взять надо было посмотреть телевизор. Поэтому получается, что счастье пролетает. Как и жизнь. Что это пролетело? Это полгода. Они здесь часто пролетают. И тогда нет той оценки, где есть противоположность то, что я вам здесь показываю. Когда чинили. Когда даже если что-то ломалось в позиции удовольствия, счастья в семье, его не выбрасывали, его не меняли на новый товар, который мог оказаться ширпотребом. Его просто чинили и ценили это значение. И тогда действительно вот колесо жизненного баланса, которое я здесь вам привожу, становится крайне важным, крайне значимым. Что мы достигаем? Что достигает наша женщина? Что достигаете вы? Когда в карьере, которая приносит деньги, в личностном росте, что мы теряем? Почему достигая вот эти звездочки, мы теряем самое большое семья, отдых, здоровье и тому подобное? Баланс должен быть. Счастье это действительно колесо, которое хорошо котится по жизни. Которое не есть каструбатые. Вот здесь прыгнуло, здесь медленнее, а здесь вообще остановилось. Потому что отдых привел к тому, что уже сорвал все циркадные ритмы, и организм расплатился депрессией и другими вещами. Третий вывод. Счастье не сочетается с гонкой по жизни. Оно размеренное и тихое. С осознанием значения мелочей жизни. А не только его грознялых событий. Счастье не в тотальности. Но оно в насыщенности, моноплановости, многоплановости и оценкой этой многоплановости. Поэтому я показываю мудрого китайца и привожу к китайской пословице. Замечательная пословица. Какова она? В особенности второй ерунде. Вау. Так, я пошутил. Я точно так же читаю китайский, как и вы, по-видимому. Поэтому перевод. Счастье – это когда есть кого любить, что делать и на что надеяться. Я когда увидел этот ролик, я его включил в болезнь Альцгеймера. Но потом понял, что, по-видимому, его надо показывать тогда, когда я читаю какие-то более глобальные вещи. Слово счастье – это более глобальная вещь. Это Марта Гонзалес. В Соединенных Штатах она была бывшей прямой балериной. С возрастом к ней пришла болезнь Альцгеймера. Кстати, после этого интервью она умерла через несколько дней. Что такое болезнь Альцгеймера? Это полная развалина, честно говоря. Это нейрона уже практически не осталось. И нет узнавания ничего. Никого. И вдруг. И вдруг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Впечатляет, правда? Я так думаю. Человек прожил жизнь. Пришла болезнь. Тяжелая болезнь. Неизлечимая болезнь. И все это исчезло прошлое. Но вот зазвучало то, что где-то не спустилась. Я не знаю. Возможно даже на какой-то уже генетический уровень. Потому что она ожила в движении. Много ли она осознавала? И вспомнила ли, что это Петр Ильич Чайковский, что это Лебединое озеро, и что вот это Па. Это не знаю. Но ее тело было счастье. Даже если нет осознания счастья на уровне восприятия и мозга, есть уровень счастья на восприятии даже тела. Это сложная проблема. Да, сейчас много пишут на тему счастья. Например, университет Калифорнии Бертли пишет, что счастье это то, что вы достигли. Это личный успех. Как вы его осознаете, как мы его осознаем. И это уровень независимости. Это рисунок, не удивляйтесь, такие корлякули. Это рисунок моего пациента. Я очень часто сопоставляю его здоровье по жизни и то, что у него происходило в жизни. И просто сейчас даже без всякого анализа вы четко видите. Здоровье падало там, где было что-то по жизни нехорошее. А здоровье это элементная часть жизни. А вот еще интересная штука. Помните, я говорил, теплый согревающий субъект, и это будет мама. Но! Блясящее исследование показывает, что оказывается счастье будущей женщины формирует больше бабушки, чем мамы, и тем более папы. Больше бабушки. Вообще, вот это поколение X, оно более контактно с поколением Z, пропуская игры поколения. Потому что поколение X, это романтики, которые не реализовали себя, тяжело пахали на свою идею романтизма, достичь, поехать, увидеть. А поколение Z, это то, которое не проложилось к этому. Но уже готово, оно уже было в Франции, уже видело Эйфеля, уже побывало в Испании, Барселоне и тому подобное. Их соединило романтизм. Поколение Y этого не понимает. Поэтому бабушки из того поколения и Z поколение, они более в контакте, они друг друга чувствуют, понимают, принимают такими, какие они есть. Это тоже очень важно. Но то, что женщина в силу эмоционального дрейфа висит, извините за сленг, в прошлом, это есть такая беда. И я думаю, что счастье как раз строится на контроле остановить, перестать, вот то, что написано на банке, перестать строить планы на прошлое, жить сегодняшнее. Есть классное британское исследование, очень интересное исследование, которое сводит, причем нейрофизиологическое, то есть нейрофизиологи, которые замеряли даже уровень нейроотдачи, гормональные ответы и так далее, чтобы показали, что такое идеальный день, который делает вас счастливым с позицией нейрофизиологии. Еще раз повторюсь. И вот прочтите о том, что здесь написано. Начинать надо день с приятного занятия. Идеальный распорядок дня при танце, биология. Так, 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 так. Согласно расчетам физиологов, просыпаться нужно в 6 утра. Берите на вооружение. Я лично точно. Причем, начинать свой день необходимо с секса. Ха-ха, класс! Слушай, мне нравятся эти британцы. В 7 утра позавтракать, в 7.15 принять витамины, в 7.30 почистить зубы, в 8.30 необходимо принять солнечные ванны. Надо будет задуматься об этих солнечных ванны. Вопрос только где? И только в 10 займитесь своими делами. Правда, для работы нужно выделить немного, несколько часов. В 11 нужно сходить в уборную. До этого нельзя, ни в коем случае, не будет счастья. В 13 обед. В 13.30 отправить важную почту, если таковая имеется, или заняться другими важными делами. В 15 нужно пойти на прогулку. В 15 прогулку. Без этого нельзя. В 16 справиться с болью. Оказывается, в 16 мы наиболее эффективны, когда начинаем что-то своей болью манипулировать. В 17.30 начинается время для физической активности. В 18.30 лучше сходить за покупками. В 19 нужно выпить бокал красного вина. А в 19.30 поужин. Готовиться к осну нужно в 21.30, чтобы начать утро, в 6 утра секса. И мне нравится. Мне нравится. Я не хочу сказать, что я так к этому приближаюсь. Хотя идеи прокрастинации, они здесь тоже как-то блестяще ложатся. Я понимаю, что... Причем, я думал вначале, что это шутка. Нашел оригинальную статью. Точно. Замеряли даже кожно-гальванические рефлексы, возбуждение и тому подобное. Поэтому вести здоровый образ жизни вот так это хорошо. Хотя действительно, пока соберешься вести здоровый образ, уже ни образа, ни жизнь. Есть еще одна штука, которая подменяет наше понимание счастья. Это то, что мы пытаемся предметить счастье. Вот очень интересное исследование Мичигана, Мичиганского научно-исследовательского университета или Сан-Франциско, о том, что мы покупаем. Вот частота закупок и градация осчастливливания то, что мы покупаем. Так вот, частота закупок это предметы материального блага номер один. На втором плане предметы нового опыта личностного роста. На третьем предметах обе увлечения. А эффект осчастливливания совершенно наоборот. Снизу вверх. Номер один уже становится увлечения. Два личностный опыт и только три материальный блага. Поэтому делаем простой и правильный выбор. Счастье не имеет своего предмета никогда. Или это было несчастье. Это становится понятно только с возрастом, в окружении. Столько барахла, что уже село не принимает все эти Валентины и прочие штуки. Мы заварены. Хотя только женщины понимают то, что здесь написано. Я не знаю, как оно само купилось. То есть понимание шоппинг как вещи, как удовольствие в момент покупки, примерки и фантазирования на тему «Ах, как это будет носиться!» и потом оно висит. Это знакомо. Ну, есть такая вещь. Она свойственна только и только для женщин. Да, есть понятие откладывания удовольствия или жизнь на потом как антисчастье. Есть синдром отложенной жизни. Загуглите, вы найдете очень много публикаций. Это та вещь, которая воспитала поколение Х. То, что тяжело работать, и если появляется чешский сервис или чешский хрусталь, то он закрывается заполками, только протирается пыль и так далее. Потом, потом, потом. Потом, конечно же, не будет. Так вот, это жизнь на потом. Это классический вариант антисчастья. Удовольствие надо делать себе каждый день. Пускай оно будет мелочным, пускай оно будет мелким, но каждый и каждый день. Да, мы все мечтаем о идеальном мире. Тогда мы будем счастливы. Вот будет насыщенность, мы будем есть, что хотим, мы будем культурно есть и так далее, насыщаться и смотреть. Вот идеальный мир. Тогда вопрос, возможно, действительно, счастье в максимальном удовлетворении наших биологических потребностей. на эту тему четко ответили эксперименты 70-х годов. Джон Келхун очень интересно было исследование под названием Вселенная 25. Проводил Институт психического здоровья на заказ НАСА и так далее. Что он сделал? Он сделал идеальный мир, он сделал счастье. Правда, для мышей? То есть, Джон Келхун построил, вот там справа, сложно разобрать, это, там он и лично находится внутри, он создал скажем так, место жительства для популяции мышь с идеальными условиями, температурными, питанием, пространственной площади, то есть, они размножались мгновенно, мыши начали размножаться, они попали в рай, они были довольны, они сказали, счастье пришло к нам, реализуем свою генетическую программу, счастье в хороший мир, надо рожать много, все будут счастливы, действительно, так и происходило поначалу, а потом все это начало валиться, потому что появилось все больше агрессии, хотя достраивались места, где можно жить, но появились избранные мыши, которые кусали неизбранных мышей, а самое важное, самки перестали подпускать к себе самцов, они перестали размножаться, и появилась большая группа мышей, он их назвал красавчиками, потому что они не подпускали никого к себе, но постоянно себя облизывали, чистились, так далее, он такой гомоориентации самцы, и все это начало тихонько загибаться, до смерти последней мыши, хотя было все, температура, питание, вода, и так дальше, мыши перестали размножаться, они были агрессивны по отношению друг к другу, кто-то спросит, почему вселенная 25, потому что таких экспериментов было приведено, 25, и все они имели одинаковый выход, мыши погибали до последней мыши, вывод, счастье это не предметы, и не вещи, и не просто насыщение, счастье понятие нематериальное, я уже приближаюсь к концу, поэтому потерпите еще немножко, красивая картина Павела Кучинска, которая называется Адам и Ева, смотрите ее глубину смысла, вот они оба, сидят тихонько, она вяжет, он читает газетку, вроде бы даже не разговаривая с друг другом, понятно, что они пожилые, они прожили, они прошли, но они, обратите внимание, то, что там наверху, это змея с яблоком, которая совратила Еву, которые за что были наказаны и так прошли через это. Их счастье построено на каком-то прошлом опыте, через которое они пришли, и счастье их стало очень тихим, спокойным, семейным, но поверь, я точно знаю, что по-видимому эти, бабушка и дедушка, есть что передать своим прошлым поколениям. Шикарный эксперимент, это Харвард, он вошел в книгу рекордов Киннеса из-за длительности, потому что длительность этого эксперимента это 75 лет. Сейчас Роберт Валдингер ездит по миру и рассказывает результат этого эксперимента. 75 лет наблюдалась группа людей от рождения до смерти с хорошим запросом, что сохранит вам здоровье и будете ли вы счастливы на протяжении жизни. И вывод Роберта Валдингер это группы, не только он, там сменились уже поколения, он ездит сейчас вы можете найти публикации и лекции его шикарный вывод Роберта Валдингера. Он сказал счастливым и нас делают социальные связи, одиночество убивает. Счастье высоко коррелируется с качеством и на полностью социальных связей. Именно это защищает наше тело и душу. Мы меньше болеем психическими и соматическими болезнями. Счастье это контакт. Это обязательно с кем-то общаться. Это не молчать. Не разговаривать мысленно с телевизором, ругаясь и так дальше. Уж лучше этого телевизора не будет. Но поднять свой телефон, записничок, пересмотреть, позвонить, пообщаться, съездить, это и есть счастье. Если кто-то скажет, за этим только удовольствие. Нет. Счастье это проживание и других эмоций. Просто оно делает жизнь насыщенной и смысловой. хорошая публикация, замечательные. Вот я цитую вам Аргайла, я считаю, что в своей книге «Психология счастья» он приводит замечательные мысли, они мне созвучны. Я тоже обращаю внимание на подобные вещи, когда работаю со своими пациентами. Поэтому тихонько пройдитесь и самое главное будет возможность остановиться или почитать Майкла Аргайла отдельно или хотя бы остановиться на том, что я здесь написал и задуматься, что такое счастье. Говорите о любви и выслушивайте. Это то, что я говорю. В особенности это мужчинам важно. Вот женщины учите своих мужчин произносить те слова, которые у них в горле застревают, а их чувства к вам, причем хороших говорите комплименты и получайте от других. Встречайтесь с людьми. Ищите новых друзей и людей симпатичных вам. Наблюдайте за другими людьми. Это тоже интересная форма амортизации стресса. Каждый день обращайтесь с теми, кто вам приятен. Смешите себя и кого-то. Касайтесь тех, кто вам приятен. Самоэффективность это очень важный момент. Осваивайте что-то новое для себя. Общайтесь с животными и учитесь у них. концов верьте веру. Я заканчиваю. Хотите ли вы быть счастливы? Все скажут но кто не хочет. Пожалуйста. Выполняйте пожалуйста вот эти рецепты. Ну хотя бы некоторые из них. Это серьезно. Никакой шутки. Не смейтесь над чужими мечтами. Не возвращайтесь к людям которые вас покалечили душевно. Проводите с родителем какое-то время. Это не значит жизнь с ними. Просто к ним общаться. Вежливость. Будьте вежливы. Вам вернется этот бумеранг вежливости. Не смотрите эту дрянь которая называется телевизор. Откажитесь от привычек жаловаться. Помните что никого не интересует читать другие проблемы. Ложитесь в пас когда что-то непонятно. Есть ситуация которая называется и это пройдет. Есть еще такая штука. Двигаться дальше. Не останавлив не застревает. Даже при серьезном ссоре не пытайтесь задеть человека за живот. В конце концов вы помиритесь. И помните никто никому ничего не должен. Забудьте слово должен. В том числе что кто-то задержал вам счастье. Давайте тест. Я показываю вам быстро фотографии а вы мне отвечаете. Я специально очень быстро показываю чтобы вы мне сказали. Вот как вы считаете на вскидку вы их не рассматривали детально. фотографии было больше с положительными эмоциями или с отрицательными. Я уверен что после нашей сегодняшней встречи вы скажете больше скорее с положительными. Я отвечаю не первое не второе не право. Количество фотографий было одинаково с положительными эмоциями и отрицательными. Что мы хотим то мы имеем. Но Бернард Шоу сказал гениально мы не имеем права потреблять счастье если мы его не производим. Поэтому я думаю что у нас есть о чем говорить и в будущем и встречаться. Заходите на мою YouTube страницу это не реклама просто что-то там бесит. Заходите на нашу страницу мы работаем здесь контакт с нами вот такой пожалуйста готовы пообсуждать поговорить проконсультировать и